Сегодня мы будем создавать дневной вариант макияжа для прекрасной Софии. Я начну с того, что нанесу пудру. Это немаловажный фактор перед нанесением остального макияжа. Я тебе рекомендую использовать специальную базу, для того, чтобы тени легко наносились, растушевывались и при этом держались 24 часа. А здесь главная фишка. База достаточно стойкая, поэтому важно наносить ее добрее. Все подчеркнуть в твои карие глаза, да, и немножечко у тебя есть такой проблеск зеленого оттенка. Мы будем использовать такую теплую коричневую гамму. Плоской кистью наносим оттенок на подвижное веко. Нам нужно добиться небольшой выразительности. Для этого мы будем использовать и темные тени, и стрелку. Сразу возьмем самый светленький и нанесем его на голодчик. Совсем чуть-чуть, потому что слишком много перламутра нам тоже не нужно. Для того, чтобы растушевать тени в складочку, мы будем брать кисть для растушевки. Так как она пушистая, мы набираем продукт равномерно именно на кончик, на подушечку. И самое главное, да, мы всегда сначала должны затемнить внешнюю голову, как это называется. А когда уже пигмент уйдет, основной с кистью, нужно будет уже наместить сюда, внутренний уголочек. И после этого необходимо создать как раз этот уголок в форму растушевки. Она у нас начинается от по нижнему, да, примерно, потому что всегда должны линии уходить наверх. Плоской кистью, как в начале, да, мы опять набираем теперь этот темный цвет только на ребро. Промакиваем. И уже наносим теперь, создаем линию по нижнему контуру, соединяя с верхнему. Данная фишка как раз таки поможет создать, именно придать выразительности глазам. Именно подводкой можно создать более изящный уголочек, да, завершить. Я обычно начинаю примерно с середины века. Мы сначала прорисовали без хвостика, просто мягкую ровную линию. При помощи плоской кисти и корректора можно всегда подправить любые моменты, в том числе и со спиратами. Теперь дальнейшим этапом будем выстраивать уголочки. Так, с глазами мы закончили. Тушь-тушь добавим, добавим тушь-тушь. При помощи корректора, что еще можно делать, да, в конце макияжа подправить, да, убрать осыпающие следы, убрать излишки первомутра, например, и скорректировать форму, если куда-то туда ушла. Такой карандаш я для тебя выбрал, который не нужно затачивать, да, оценок линджеринг, он поможет нам создать правильную линию, начинать стоит с серединки. Просто одно из основных правил, которое стоит помнить, карандаш выбирать на тон, на два даже, можно светлее, чем цвет волос. Теперь мы будем использовать вот такую вот пудру, это хайлайт так называемый. Так как это блестящая пудра, то, естественно, на лоб ее наносить на весь нос не нужно, да, здесь главное у нас все-таки это сияние, соответственно, такая вот буковка «С». Так, теперь мы будем заниматься контурированием. Натуральный песочный оттенок, когда светлая кожа, поэтому он не нужно использовать никаких бронзирующих гамм, вот, и основное место, да, это, соответственно, под скулой. То есть, в чем отличие хайлайт у нас над, коррекция под. Это место мы не трогаем. Вот, далеко можно не заходить, и уже когда ты смотришь прямо, ты можешь создать не только здесь, да, но и слегка под яблочком, да. В рамках дневного макияжа мы можем себе позволить использовать мягкий оттенок румян. Румянец уже, да, есть у нас коррекция здесь, хайлайт здесь. Румянец наносится на часть яблочка, то есть, начинаем от яблочка, и вот, не набирая нового продукта, да, то есть, основной пигмент на яблочке, а остатки растушевываются вот в то свободное пространство, которое у нас было. В принципе, у нас остался последний штрих – это помада. Но здесь, опять же, да, любой макияж должен быть комфортным. Если захочете, естественно, можно будет добавить карандаш в тон помады. карандаш вырыл, и можно подчеркнуть форму. София, мы закончили у нас макияж. Как вам нравится? Напоследок, напоследок. Осталось только добавить тушь. Да, тушь. Размер имеет значение, поэтому мы используем тушь Opelash, которая создает максимальный объем. Вот, ура. Мы закончили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!